В Газдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения. В Газдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения. Часть 31.15 ноября 2019 года. AP Photo, Pablo Martinez Montevais. Газдепартамента США в Вашингтоне. AP Photo, Pablo Martinez Montevais. Здание Газдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото. Вашингтон, 15-я Ария новости. Чиновники Газдепартамента США пытались дискредитировать в СМИ и впоследствии уволили сотрудницу иранского происхождения, говорится в докладе независимого инспектора Газдепа. Доклад был подготовлен по требованию нескольких неназванных сотрудников внешнеполитического ведомства, а также комитетов Конгресса. Офис генерального инспектора обнаружил, что следует подробно рассмотреть действия пяти карьерных сотрудников Газдепартамента, включая спецпредставителя Пайрану Брайана Хука. В одном из случаев было установлено, что официальные лица Госдепартамента прекратили командировку карьерного сотрудника в офисе по политическому планированию после существенного обсуждения предполагаемых политических взглядов сотрудника, его отношений с предыдущей администрацией и национального происхождения. Все эти факторы не имеют отношения к профессиональным достоинствам сотрудника, и их нельзя рассматривать при назначении карьерных чиновников, говорится в докладе, опубликованном на сайте Офиса генерального инспектора, 4 октября, 11.53. Экс-ассистентка Денира обвинила в его половой дискриминации, сообщили СМИ. Речь идет о бывшей сотруднице Госдепа Сахар Наврусзади, гражданке США, которая была уволена в 2017 году вскоре после прихода к власти Дональда Трампа. В докладе установлено, что другая сотрудница Госдепа, Джулия Халлер, рассылала сотрудникам ссылку на статью в СМИ, где критиковали факт работы персиянки по национальности в Госдепе. При этом Халлер писала другим сотрудникам, что Наврусзади родилась в Иране и, насколько я знаю, плакала, когда президент Трамп выиграл выборы. Хук, который был в то время директором Госдепа по политическому планированию, уволил Наврусзади в апреле 2017 года, за три месяца до окончания ее годичного контракта. Генеральный инспектор Госдепа не нашел свидетельств, что Хук лично участвовал в дискредитации Наврусзади. Вне зависимости от того, разделял ли лично господин Хук мнения и мотивы госпожи Халлер и других, комментарии в статьях и электронных письмах, рассылавшихся в офисе госсекретаря, говорят о том, что на требования по ее отставке повлияли неподобающие факторы, говорится в докладе. 25 октября, 11.25 медиавойны в МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции. Продолжение следует...